Всем большой привет, друзья! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о премиальной, подмечу это слово обязательно, колясочке от компании Jules. Моделька называется Air. Эта колясочка прекрасно подходит для путешествий, для городской эксплуатации, торговые центры, да куда угодно. Только вот по сугробам, но вы сами видите, она не сможет ездить. Во всем остальном она, в принципе, должна будет вам подойти. Ну, естественно, загород по плохим, очень убитым дорогам, ямам, корням деревьев в парках. Это, конечно, ей не по зубам, но по нормальной покатанной дорожке в парке ехать будет хорошо. Так, в двух словах технические характеристики дайте я вам сейчас назову. Вообще, это компания Нидерланды, если кто не знал. Так, сама колясочка, кстати, она очень не тяжелая, весит всего лишь 6 килограмм. И диапазон регулировки спинки у нее это от 120 до 150 градусов. Ну, я вам это покажу. И выдерживает ребенка, она, кстати, до 22 килограмм. И колесная база у нее, кстати, всего лишь 45 сантиметров. По-моему, точно 45, да. 45 сантиметров. То бишь, вы в любую щелочку, спокойно, в любом магазине, везде вы спокойно будете проезжать. Так, изучать мы будем ее с вами сверху вниз. Начнем с ручки. Соответственно, ручка у нас здесь не регулируется по высоте. Вот, и большинству людей среднего роста она должна будет подойти. Вот, мой рост 186 сантиметров. И, соответственно, можете проецировать, как она для себя. Некоторые в комментарии пишут, что к какому росту она больше подойдет, там еще что-то подойдет. Она большинству росту, вот 70 метров, 70 метров, 75 метров, 8 метров, прекрасно подходит вот эта высота ручки. Поэтому эта высота сразу сделана в таком месте для того, чтобы она подходила среднему росту и даже высоким людям хорошо. Поэтому вот этот вопрос сразу хочу закрыть. Соответственно, ручка у нас здесь очень классным материалом отбита с прострочкой. Здесь все очень красиво, нарядно. Здесь бренд Вэйбит Джулс. Вот, хват очень приятный. Я очень много выделяю внимания хвату ручки. Потому что мы 99% ее держим. Соответственно, нам должно быть удобно. Так, что касается материалов. Материалы здесь, они с пропиткой, они непродуваемые, непромокаемые. Непромокаемые, естественно, не так, что она там лейте, как на полиэтилен, она вообще не промокнет. Рано или поздно это все промокнет, но на это нужно время. Вы спокойно успеете добежать до дома. Оно не сразу промокает. Ну и дождевик, конечно, надо использовать. Так, что касается козырька, вот его размер. Здесь у нас еще есть возможность открыть, соответственно, увеличить еще на одну секцию. И замечу, здесь на секции у нас москитная плотная сеточка. Это больше от солнца, а не от непогоды. Так, соответственно, из таких вот жирных плюсов, которые я хочу отметить, мне лично очень нравится. Здесь офигенно высоченная спинка. Очень высокая спинка, мягкий матрасик. На сиденье тоже достаточно мягкий матрасик. То бишь, высокому ребенку спинка высокая. Это очень актуально. Что касается безопасности. Пятиточные ремни вы видите с реально мягкими, по-настоящему мягкими накладками. И на паховой зоне, и на плечевой. Ремешки, естественно, регулируются по высоте. Давайте сразу еще покажу вам. Вы с ней, с коляской имею ввиду, можете приобрести бампер. Вот, соответственно, бампер. Сейчас я его одену и покажу вам, как это будет выглядеть. Он в комплект не входит. Вот, поэтому его нужно будет приобретать отдельно. Вот он тоже с такого же материала, как и сама колясочка. Вот так вот одеваем. Вот, соответственно, кому бампера не хватает, его можно приобрести отдельно. И также еще есть очень классный аксессуар. Фирменный, оригинальный. Это очень-очень классный у них подстаканник. Подстаканник действительно интересный. В плане дизайна мне тоже понравился. Вот он вот такой вот, якобы алюминиевый, конечно, это пластик. Одевается он вот здесь вот так вот сбоку. И, пожалуйста, 0,5 спокойно стаканчик капучино будет выдерживать. Вот, поэтому вот эти аксессуары, я думаю, что на отпуск, да и вообще, в принципе, я лично очень люблю заскочить, кофеечек взять и с кофе идти гулять с ребенком. Это круто. Так, соответственно, уберу отсюда бампер, потому что бампер будет мешать складывать коляску. Она не складывается вместе с бампером, поэтому я его уберу в стороночку, чтобы он нам не мешал. Но вы видели, что его приобрести можно, и это очень круто. Вот, соответственно, здесь нет у нас отдельной такой подножки, чтобы увеличить спальное место. Здесь есть только ступенька для ребенка. Дальше, смотрите, из особенностей, которые бы я хотел выделить, кому-то это будет недостатком, для кого-то это особенность, тут решайте сами. Но здесь необычная система регулировки наклона спинки. Вот так вот это делается. Открываем. И здесь еще ремешочек. Его нужно высвободить. Вот такой процесс, не 3 секунды прям, нужно заморочиться. И вот те самые 150 градусов. Здесь ребенок полностью не лежит. Но если на природе где-то в отпуске ребенок набегался, нормально будет спать и так, соответственно. Обратно, соответственно, тоже нужно это все вот так вот на замочке крепить, застегивать, прятать ремешки. Из приятных мелочей есть кармашек. Смотрите сразу, давайте посмотрим на багажник. Багажник тут, в принципе, нормальный, в меняемых размерах для подобной колясочки. С хорошим доступом, со сливным отверстием, если влага какая-то. В общем, все окей. Тормоз, реально классный, удобный тормоз. Оба раза нажимаем сверху. Колеса полиуретановые. Давайте сразу посмотрим на амортизацию, что у нас здесь в этом отношении. Сзади все окей. Спереди, то есть, ну и да, сзади и спереди у нас амортизация есть. Так, по ощущениям, кстати, я на улице ее не катал, только в рамках магазина. Но едет она по такой вот поверхности, по кафелю. Очень приятно, очень тихо. Она не гремит, ничего. Кстати, сборка, тут можно назвать ее эталонной. Придраться мне особо не к чему. К сборке, я имею ввиду. Так, давайте теперь посмотрим, как колясочка складывается. Чтобы ее сложить, здесь у нас кнопочка малюсенькая есть. Нажимаем ее и потом нажимаем на вот эту верхнюю одновременно. И что у нас происходит? Вот так это все фиксируется. И вот мы ее носим. В комплекте, кстати, есть транспортировочная сумка, которую можно ее упаковывать. Там, в самолет, там еще куда-то, в багажнике, чтобы она не пачкалась. В этом отношении все замечательно сделано. Чтобы ее разложить, нужно снова нажать на эту кнопочку. И она сама себя уже под своим же весом раскроет. Вот. Собственно, по большому счету, все, что хотел вам рассказать, рассказал. Мне колясочка зашла своим вот качеством. Я люблю ее. Вот именно ощущения тактильные. Все здорово. Вот. Соответственно, хотелось бы, чтобы вот эта москитная сетка не была такой большой. Ну вот небольшое бы сделали, а вот здесь закрыли. Чтобы она все-таки была чуть получше закрыта. Вот эта секция. И напомню про ту самую особенность. Это регулировка наклона спинки. Она не очень удобная. Но, в принципе, можно к этому привыкнуть. Мы же не постоянно туда-сюда, туда-сюда ее делаем там. Особенно, когда уже ребенок мало спит, то тогда эта коляска вообще отлично подойдет людям, чтобы постоянно эту спинку не застегивать, расстегивать. Вот. Вот такие вот особенности есть у этой коляски. Кому-то это без разницы, а для кого-то это критично. Поэтому для вас этот обзор и существует. Решение принимать, естественно, как всегда вам. Но если обзор понравился, ставьте свой царский лайк. Можете написать в комментарии, понравилась вам колясочка или нет. Можно это все там пообсуждать. И если понравилось, по ссылке внизу в описании есть... Внизу в описании, точнее говоря, есть ссылка на магазин First Buggy первая коляска. Можете там заказать. Поэтому оперативно быстро вам ее привезут. Собственно, на этом все. Всего доброго вам. До свидания.